Валентина Добычина всю жизнь работает с шоколадом. Сначала продавала конфеты, ездила по разным странам за новыми вкусами. А пять лет назад у нее появилась идея создать музей шоколада в Барнауле. Такой же красивый и масштабный, как у фабрики «Красный Октябрь». Мы хотим показать историю вхождения шоколада в Россию. Это тоже немаловажно. Много мы рассказываем о советском шоколаде, потому что он просто сам по себе, по качеству был исключителем. Здание музея историческое. Его реставрировали три года, чтобы расположить там более 500 экспонатов и производственный цех. Сырье для фигурок привозят из Швейцарии и Италии. Шоколадные скульптуры созданы на разные темы. Здесь и сладкое оружие, композиции на праздники, исторические предметы. Вот эта шоколадная русалка – самый большой и тяжелый экспонат в музее шоколада. Он весит 10 килограмм и сделан из бельгийского сырья. Мастер, которая занималась этим экспонатом, делала его полностью вручную, потому что такой большой формы для шоколада в музее нет. На русалку у шоколадья ушло три недели. Скульптуры поменьше, делаются быстрее и намного проще по определенной технологии. У нас есть специальные формы из силикона. Нужно определенную температуру сначала довести, шоколад, чтобы протемперировать его до рабочей температуры. И потом мы уже заливаем фигуру, ставим в холодильник на какое-то время, достаем из фигуры, как бы раскрашиваем. Экспонаты готовы. Экспозиции, говорит Валентина Добычина, будут меняться раз в несколько месяцев, а также на базе музея будут проводиться мастер-классы, на которых можно приручить такой капризный материал, как шоколад, сделать его пластилиновым и создать съедобное произведение искусства. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.